Иван Сараев 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 Ну судя по одежде Ну Сочи это такая команда На минуточку Ну вот может быть сейчас Что-то удастся придумать Это Глушенков Подлевый себе ищет моментик Но вынужден отдать назад на Бортасевича Бортасевич бросает вперед Зиньковского Догоняет Антон Против него естественно Его визави сегодняшний Макеев Навес от Антона Ну и вот Накликал Да? Первый угловой Чертанова Наверное должны уже Немножечко включиться Чертановцы Но они Да Уже в который раз Пропускают первыми В матче ФНЛ Практически всегда Отыгрывались Да? Подача Глушенкова Опасна! И Наилю Мяров Там буквально метров Четырех Наверное Да? Очень буквально Недавно побывали Ну я имею ввиду Пообщались Например с Каласом Саинсом Младшим А вот это Хорошая атака Глушенков Бить Сорвей Бить! Бить! Влад! Удар! Гоkaner! Влад Сорвей! Один-один Выдержал паузу Мхатовскую Практически Влад Убирал мяч Себе Под правую Несколько раз И в итоге Все-таки Позволили сочинцы, два астральных защитника, и Калугин, и Меладинович Чертановцам предстоит практически месяц провести дома Но что ждет команду весной следующей? Там просто невероятный удар и гол! Вот это да! Удар от Перекладины в девятку Это никто иной, как, конечно, талантищий Иван Соловьев бежит праздновать с кем? Тачилин пробегает, но зато с другим сотрудником клуба обнимается Ну а Тачилин зато использует этот момент для того, чтобы что-то Евгению Макееву показать 2-1 Сочи Подача действительно опасна! Заболотный до мяча дотягивается на подборе Ежов Бить не стал, но сейчас уже будет свисток на перерыв Атаки у Сочи не будет 2-1 Сочи Выигрывает первый тайм Сегодня такие результативные, получается, матчи ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Выпустил Тоже много где уже успел поиграть И в частности в крыльях советах, например Но сейчас помогает Сочи Почевалин Но поле он покидает А вот это возможно даже на желтую Иван Сараев действительно лезет в кармашек Иванов, Глушенков, Сарвели Слева есть, опять же, Зиньковский Который мяч в итоге получает Будет пытаться Антон войти в штрафную Отдает передачу! Опасно! Там все падают! Что, пенальти не будет? Разводит руками Роман Ежов По Москве сыграл в ничью 2-2 с Томью Хабаровский скан Наконец-то! Вадим Евсеев одержал свою первую победу Седьмой, как мне кажется, попытки А посмотрим сейчас Ничего Сва Но то было в гостях Со счетом 1-3 А, и в Томске Со счетом 1-3 Это Барсов! Смотрите, что творит Барсов! И еще отдает передачу Но там накрыли все-таки Горбунова, по-моему Одиннадцатого номера Но Барсов это прям какой-то горнолыжник Надеемся Надеемся, что качественно Но Сочи зарабатывает угловой Бесегов подает Очень опасно Удар по своим воротам Гол От Дмитрия Ричковича Мяч летает в сетку И уже 4-1 в пользу Сочи Осталось понять, кто этот гол забил Кого обнимают? Кого обнимают? Автогол? С такой стороной медали Репортажа не знакома здесь Опасно может быть Если бы Роман Ежов Принял эту передачу Но он не принял Николай Заболотный Вбивает мяч вперед Можно сказать, что чертановцы Перешли на игру Аж в 3 Нападающих на вес И Заболотный Очень уверенно Действует Говорим Это быстрые Разящие контратаки Быстрый выход Из обороны Быстрая доставка Мяча В первую линию Как называет это Василий Баскаков Говорит У Чертанова Сильная первая линия Да? Ты понял о чем речь? Это мне напоминает интервью Которое когда давал Вадим Панков Тренер За речи вальцы 6 результативных баллов 14 голов И 12 передач Это очень серьезный результат Снова Баскаков Это желтая для Рядьковича. А у Рядьковича она четвертая. Это красная для Рядьковича. Но Барсов действительно вырвался один на один. И вполне возможно было засчитать этот момент за фол последней надежды. Сегов естественного мяча. Он хорошо исполняет штрафный. Но на сей раз чуть-чуть не попал в девятку. Половины поля. И вот он момент. Цыпченко. Но ему тяжело было бить. Да, никто из партнеров не набегал. Два человека и на правом фланге, и два человека на левом. Буквально на самой бровке стоят. Выход один на один. Цыпченко. И гол. Первый гол Дмитрия Цыпченко в этом сезоне. Три голевых передачи у него есть. И вот он. Гол. Матч ему нравится в Сочи. Хороший команд, хороший коллектив. Хотел, чтобы побольше ходил у болельщиков на стадион. Он фишит пока там аудитория. Ну, побольше, чем в Домодедово. Но не всегда, да. И там проблемы с полем, к сожалению, да. Вторая позже чемпионата мира все-таки не в идеальном состоянии находится. И вот он момент. И вот он гол. Гол 5-2 на 89-й минуте этого матча. Кто забивает, кстати? Либо Абольский, либо Горбунов. Либо Абольский, либо Абольский забивает этот мяч. Как зовут вот этого мотиватора? Мотиватора. Который зарабатывает деньги на том, что... И это 6-й что ли? Вот это да! Разводит руки Наил Умяров, Влад Пашков, Александр Родионов. Крах! Открылись в концовке. И мы его сейчас сами себе привезли. Начались нападающие Влад Сарвели и Дмитрий Цыпченко. Ну, уже и добавленное время подходит к концу. Я, честно говоря, даже не заметил, сколько судья добавил. Не надо ли уже микрофон отценить? Ну что ж, друзья, закончен матч 6-2. Сочи побеждает. Команду поздравляем. Чертанов отправляется зализывать раны. Ждите интервью, друзья. Со счетом 6-2 завершился матч 14-го тура ПНЛ между командами Чертана Москва и ПК Сочи. Победу удержала команда ПК Сочи.